Они не имели права заходить вообще в приватизированную квартиру и пользоваться частной собственностью. Открыли криминал, экспертизу я проходила. Когда я пришла к юристу в квартирное бюро, я ему сказал, на каком основании вы заходили в эту квартиру без меня. Пришли с прокуратуры, с городской. С умершей сняли сережки, кому-то дали. Взяли ее телефон, кому-то дали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Апулемcentов Вообще правил 없 сможете Nahbre Мы говорим о том, что 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 мы говорим о том, боятся кроме. и и и и и и и и если и и и их и и и и и и и И это очень важно. Обкрым койпы, лекин Ворислар Чыгияпты Ворислар чыгияпты Вориски Худжатки асоса Кайтары берешкере көйді Лекин бұлар Кайтары бермей апты Бізге мана прокуратура Хабарноума чықарган Шупхали одамлар келе апты Важларды бізге еткізе апты Шупхали одамлары Маргарита Василевна Чианы Шупхали одамлар Ворислар ге Мума уйді берешкере көзі аслады Худжатки асоса Икен шу масала Умумен хал бөгенге кадар Одам көйішке бұларды хакті йоғыды Уййу көй бөліміні Вахалан кі бұлар Бұлар бұлмастан Бұлар бірінчідан Одама кіріп көйіпті Икінчідан Ешігіні алмаштырі апты Ахамет берігілі Хурматли мудасады ташкілотлі Мума үйді қсуси мүлікті үйіні Бұруны үйіні ешігін алмаштырып қойшы епті Еді ұзларың ойнендар Ешігін алмаштырыш ұзысы шүпқал еқсоқтан мейді ма? Айнан Кімге дұр бұл масалы Хүші оқып кетті ма? Прократураны хабар намасы Деген топшымағы қойлы епті Шүн масалада Айтмахчыманки Яна бір нарса Бұлды Айнан Видеоларымызда Бұ ерді Айнан Маргарита Василевна ұткен пайты Жүді Көпләп қымат бақап Нарсалар бүген әкен? Яны Тұлла Бұрлән Кен Тұлләр Бүген Деген Вачларды Бұс ке барна пайты Япты Енді Далалатнама Түсілген мүмі Бұ масалады Түсілмәген мүмі Далалатнамы Нешті қалыс адамны Алды да Видеоге алимген Нешті қалыс адамны Алды да Бұ үйді қабыл куалышген Оша үййчай бөлімі Қадымыген Біз савал берген пайты Нема сабабдан Беген адамна Кірқ қойдылары Бұрын үйге Бұрын үйге Қарашлы үйге Деген пайты Бізге Оша Айрын Шубқалый адамлардан Иқтиад қылыш үйгі Оша Адамларды Апкіріп көйдік Дегенде Озларың ойдың Хұрматли Достлар Хұрматли Мұтасады Ташкілотлар Оша Айалны Джианыдан Иқтиад қылыш үйгіп көйді Мұлымы Адамларды Яңи Колыда Худжатлары Тұрыпті Джианы Худжатлары Тұрыпті Оша Бізге бұрады Барнаапады Оша Джианыдан Ишашнамалары Тұрыпті Хамбақ Худжатлары Тұрыпті Варислары Иқтиад қылыш Чоғап кіріп көйді Оша үй-чай Бөлімі Бізге Шо қызығ Бөлі 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 Бұ Айал ұтыпқа Гәні Хамба үй Боша Гәні Кемге Дор Айал ұтыпқа үй Уважаемый Бахтиер Исмаилов У меня к вам такое обращение Я Сайтахунова Барнура Ахимовна, действующая по доверенности от имени Доспеховой Маргариты Васильевны, умершая 14 октября 1922 года, от ее племянницы. Хотела к вам обратиться. 14 октября умирает заслуженная учительница Узбекистана. Она была одинокая, у нее была племянница. Братишка у нее умер. Когда она умерла, я пришла сюда, к Махалинскому комитету Фаруху. Я ему сказала, что есть племянники, есть родственники, квартиру, чтобы никто не забирал. Как мне соседи сказали, что пришли с прокуратуры, с городской. С умершей сняли сережки, кому-то дали. Взяли ее телефон, кому-то дали. 6 миллионов денег с квартиры взяли. И Махалинский комитет запечатал квартиру, опечатал квартиру. 15 числа мы похоронили Маргариту Васильевну. 15 числа неизвестные люди поехали в прокуратуру городскую. 6 миллионов этих денег прокурор отдал, не знаю, кому, для кого он это отдавал. Вот. Потом, значит, 15... А, потом мне позвонила Диля, сказала, что, значит, участковый хочет еще раз зайти в квартиру. Я позвонила участковому, Бельшот, по-моему, первая Махаля, это Ивтихор, около Мухаё. Я ему позвонила, у меня есть запись. Мы с ним разговаривали 5 минут, я ему сказала, что не трогайте квартиру, завтра отправят доверенность, на днях подъедет племянница, сама прилетит и сама все будет разбираться. Он мне сказал, хорошо. 17 числа ко мне позвонила Диля, и мне объявила, что у нее забирают ключи. Приедьте, говорит, заберите ключи, у меня участковый забирает ключи. Я приехала в участок в Мухаё. Значит, я просто у участкового спросила, на каком основании, есть ли у него основание забирать ключи. Я эти ключи не забирала, эти ключи были у помощницы, можно сказать, умершей. Он мне ничего не ответил, в общем, он поднял на меня руку, открыли криминал, экспертизу я проходила, городская прокуратура это все закрыла, в общем, никакого ответа нет. После этого я приехала Настя, с России у меня билеты, все есть. Она прилетела ко мне на 4 дня, мы поехали в прокуратуру. В прокуратуру мы приехали, нам сказали, что она никто, подавайте в суд. Что мы дали Хабарнаму в квартирное бюро, значит, езжайте в квартирное бюро, там разбирайтесь. Мы поехали в квартирное бюро. Юрий, значит, Джахангир нам сказал, что вот да, нам дали на сохранение. Я говорю, ну вот, приехала же, вот доказательства все возьмите, там зам, Мадали, по-моему, его зовут, заместитель. Он мне сказал, что это Настя никто и что, в общем, ему, оказывается, Кабулов дал распоряжение эту квартиру забрать. Когда я ему сказала, дайте мне письменное письмо о том, что это Кабулов вам сказал, он мне сказал, езжайте туда. Я поехала в прокуратуру в городскую, в 17 кабинете, там с правой стороны, не знаю, я не помню, как его зовут. Он мне сказал, что они, оказывается, никакого отношения не имеют, езжайте в квартирное бюро. Я поехала в квартирное бюро, 11 января я открыла наследственное дело. 19 числа я пришла в квартирное бюро, написала заявление о том, что так как приехала наследница, оставила еще одну доверенность узбекскую, ну, здесь, в Узбекистане, на меня, прошу вас выдать ключи. На что они мне ответили, что они мне, ну, дадут письменный ответ, оказывается. Ключи они мне, в общем, отказались выдавать. Потом я по своим семейным обстоятельствам выехала с Узбекистана 4 февраля. 13 я прилетела в Фергану. За это время мне сказали, что вот эта квартира, вот здесь вот на четвертом этаже находится, что квартирное бюро. Открыли дверь, зашли туда, вселили семью, вещи, в общем, раздавали они, оказывается, соседям, консервацию там, вот это все отдавали. Поэтому, уважаемый Бахтер Исмаилов, прошу вас помочь. Во-первых, еще полгода даже не прошло, так как 14 только апреля будет полгода. И они не имели права заходить вообще в приватизированную квартиру и пользоваться частной собственностью. Они безобразие творят в этом, как его. Поэтому я вынуждена была в журналистка этот обратиться. Я пыталась попасть в Базарову на прием. Через тысячу я звонила. Мне они не ответили. Потом еще что хочу сказать, что Махалинский комитет после ее смерти, 16-го, нет, 17-го, они один раз заходили в квартиру. Потом квартирное бюро два раза заходили в квартиру. Хотя, когда я пришла к юристу в квартирное бюро, я ему сказала, на каком основании вы заходили в эту квартиру без меня. У меня есть доверенность. Он мне говорит, это я не заходил. Ну, там, в общем, все они сказали, что это Кабулов сделал. Прошу вас законные меры принять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова